Здравствуйте, дорогие мои телезрители канала Афонтова и, конечно же, подписчики на моем канале Голова Садовая на Ютьюбе. Голова Садовая тетя Таня нужно набирать обязательно. Вот. Я... Сегодняшняя тема, я думаю, что она вам понравится. Сегодня речь пойдет о печах, которые у вас находятся в дачных домиках. Не важно, как они выглядят, не важно, какие у них трубы. Важно то, что там собирается в трубах, в этих колодцах, естественно, ну, нагар, как мы его называем, да, это сажа, это может быть слой достаточно приличный. И если он превзойдет какие-то там наши ожидания, там, если там 2 сантиметра сажи, это очень опасно. Сажа может загореться в трубе, и тогда не минуем пожар. И я хочу вас от этого предостеречь очень простым методом, который на Руси был извекен просто издавна. Но для начала хочу сказать, что подготовить надо дачный домик к зиме очень и очень тщательно и разумно. Отведите этому целый день. Вот вы знаете, чем ближе осень, ближе, естественно, и зима. Но мы же еще ездим сюда. Мы ездим сюда и зимой, и нам очень хочется растопить печку. И мы в комфортной температуре. Здесь замечательно. Заготовьте, пожалуйста, свечи обязательно, да, вот эти парафиновые листья ариновые. Обязательно приготовьте вот такие вот растопочки. Возьмите вот такие пачки. Видите, здесь и малиновые ветки, и березовые палочки, и тоненькие веточки. И заготовьте их, и свяжите их веревочками. Вот замотайте так, чтобы они у вас отдельно были вот такими куколками. Мы их называем куколки. Не знаю, как у вас в регионе, а у нас это куколки. Так вот такая куколка поможет растопить печь очень быстро и легко. Но если все-таки в домике прохладно, ну иногда даже влажно, мы не знаем, когда, какая будет осень. Если много дождей, то труба, естественно, она всегда капризничает, печка не разгорается, дым идет в комнату. Для того, чтобы избавиться вот от этого, я вам предлагаю не жидкость для разжигания, а вот такие таблетки. Посмотрите, как они выглядят. Написано «сухое горючее». Видите? Сухое горючее, дачный помощник, вещь просто потрясающая. Не важно, где вы будете разводить костер, на мангале у себя на даче или где-то там на полянке, где разрешено это делать. Таблетка, она очень простая, она не собирает влагу, очень хорошо себя ведет. Посмотрите, вот такая таблетка. Вы просто заворачиваете ее в кусочек газеты, в бумажку, кладете в печь и поджигаете. И ждете, когда она практически прогорит. Практически прогорит, но пламя будет очень и очень сильное. Градусов там очень много. Именно температура вот горения этой таблетки поможет пробить паровую трубку в трубе. И паровой трубки этой пробки не будет. Тогда уже можно подложить куколку, а сверху подложить дрова. Можно еще раз под куколку завернуть в бумагу такую таблетку и снова поджечь. Тогда проблем никаких. Но рекомендую очень на всякий случай, ну хотя бы на пару растопки печки, ну для обогрева, принести дров и положить их вот здесь около печи в домике. Посмотрите, у меня вот как бы, да, они всякие разные, здесь нету каких-то особенных дров. Но главное, чтобы они были сухими. Пойдут дожди, и тогда растопить печь будет просто невозможно. Но мы сегодня будем говорить не только о безопасности, а хочу, ну как бы, научить вас каждую осень почистить печь. Да не надо делать такое лицо, не надо никакую гирю на цепочке, не надо лезть на крышу, не надо лезть в эту трубу и не надо приглашать трубочиста. Все гораздо проще. Вот этот метод, который хочу вам предложить, он издревле известен на Руси. А, я слышу, что вы говорите. Ай, надо осиновыми дровами протопить, и все нормально. Нет, мои золотые, не осиновыми дровами. При горении осиновых и осеневых дров, которые, да, хорошо почистят трубу, будут вылетать все. Но температура настолько высока, что ваша труба при хорошем количестве этих дров просто треснет. И тогда опять пожар не минуем. А если там еще и сажа, которая загорится, тогда вообще просто, ну, караул называется. Я вам предлагаю совсем другой вариант. Посмотрите, вот такие вот штуки, конфеточки, лежат у меня вот здесь на подносе. Сейчас покажу, что в них. Вот начиная с того времени, как только включат батареи, тут даже бананы есть, как только включат батареи, возьмите коробочку из-под печенья. И когда будете чистить картофель, вы все очистки складываете в эту коробочку. А потом поставьте на батарею. Неважно, сколько вы начистили, сразу убирайте на горячую батарею. Они у вас высохнут, и будут вот такие хрустящие, аж звенят. Вы должны набрать примерно ведро этих картофельных сушеных очистков. Весной вы их привезете, как правило, на дачу, и пусть они лежат здесь, да? А можете и весной почистить, разницы-то нету. Но я делаю так. Перед тем, как скрутить вот эти конфеты, эти колбаски, их надо положить в ведро все вместе, и чтобы они неделю пролежали вместе. Говорят, что от этого крахмала выделяется очень много. Ну, наверное, это правильно. Потом я их раскладываю вот так на газетку, сворачиваю вот такие колбаски. Поскольку весной труба была еще более-менее, так что я оставила это на осень. А теперь все проще, чем вы думаете. Я открываю печку. Ну, там уже практически дрова прогорели, посмотрите. Видите? Остались угли. И теперь можно побольше углей, ничего страшного. А теперь я буду подкладывать их по 2-3 штучки. И пусть они все на здоровье горят. Но по 2-3 не надо больше. Тоже температура достаточно высокая. Закрываем печку. Все, процесс пошел. Я вам вот что хочу сказать. Что до того, как показать это вам, я все-таки провела эксперимент. Я экспериментатор еще тот. И я положила всего 3 таких колбаски с картофельными очистками сушеными. И протопила. Ну, после дров, естественно, протопила еще этими картофельными очистками. И вы знаете, когда я выдвигала вьюшки, то на вьюшках, вот с той стороны летняя вьюшка, там прямо такие хлопья жесткие. А знаете, что это такое? Это именно сработавший картофельный крахмал, который, поднимаясь вместе с жаром и дымом по трубе, да, по колодцам по трубе, он заставил отщелкнуться все, что на трубе внутри появилось. Ну, это вот сажа, это прям как напить, накипь какая-то. Оно все отщелкнулось и свалилось сюда. Наша задача, после того, как пройдет 3-4 дня, приедете на дачу, ну, можете и зимой приехать, и все это выгрести. Там будет этого мусора достаточно много. Вот все, что я приготовила и все, что я делаю, вы же знаете, сначала я это делаю сама, чтобы у меня был определенный опыт, а потом только предлагаю вам. Ну, если вы почитаете в интернете, этот метод вы найдете. И это безопасно, нет такой высокой температуры. Отщелкиваться будет, может, не 3-4 дня, а может и 7-10 дней. Это не страшно. Это же, когда печка остынет, происходит от того, что разница температуры снова появляется. И ваша задача только накопить вот таких картофельных очистков и свернуть их вот в такие вот, ну, колбаски, конфетки, не знаю, как вы их обзовете. Видите, все просто. Никакой грязи нету, никакого трубочистка нет, не надо лезть на крышу, и не надо ничего заморачивать себе голову. В жизни вообще все просто. А все гениальное тоже просто оказывается. Я желаю вам удачи и всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова